Добрый вечер, уважаемые любители Ама-лиги! Вы можете нас осмотреть на телеканале ВИСПОР в прямом эфире, а также можете нас смотреть на YouTube-канале СОКО МОЛДОВА. Новый, четвертый тур Ама-лиги прямо сейчас. Все три матча в полном объеме. Ну, после того, как тогда Кристиан Абаде сделал дубль и не то, и будем надеяться, что сегодня будет именно такой. Так, Виктория уже в атаке, можно забивать на первой минуте. Ну что, начало как раз. Говорил, что за две минуты Вольта перевернуло абсолютно все. И вместо поражения пока Вольта Виктория атакует и забивает первый гол в матче. Потом простратана. Сейчас Олег Мола забивает за Викторию. Счет становится 1-0. Вот так вот достаточно буднично раскатали. Оказался форвард Виктории на ударной позиции. И совершенно спокойно, без... Снова поведет себя как-то некорректно по отношению к сопернику, не знаю, к каким-то действующим лицам матча. Но пока вот так вот Стратан в сторону своего же футболиста бьет. И Цигрлаш еле-еле грудью его так обработал. Видим, что Лайя Пураж отвечает. А пока на газоне продолжает лежать Стратан. И вот Лайя Пураж начать атаку. В этот раз с низом играют. И как же классно Стратан пропускает. Сейчас просто идеальная атака. И она завершается взятием ворот. Ну вот это просто геометрически шикарно. Выверенная атака. Очень все было сделано. Причем на каждом этапе ее было разыграно идеально хорошо. Просто невероятная игра. На лезвие бритвы. Получается жестко ставит ногу. Но дальше уже три футболиста Виктории разбегаются к воротам. Лайя Пураж нужно забивать такое, конечно же. И вот он снова этот левый фланг атаки. Виктория приносит забитый гол. 2-1 счет остановится. Виктория опять впереди. Ну и теперь ждем очередного ответа Лайя Пураж. И опять вот этот практически гол под угловой. А вот уже угловой игроки Виктории разыграли. Еще один момент штанга. Геннадий Орбу. Опять же это сделать конкретно с этой позиции. Но сами они в атаке тоже не забывают. Удар и штанга теперь ответная. Зеленым каким-то образом тоже непонятным. А пока Александр Аника сам бежит вперед. Но можно, наверное, пробить. Нет, он отдает передачу. И вот она, последняя минута матча уже добавленная. Матча тайма, конечно же, до матча еще далеко. Еще целых 20 прекрасных минут у нас будет. Ну а у нас гол забивает футболист Ла Япураж Александр Чевдарь. Счет становится 2-2. Как вам такие игры? Он вот так вот свечами сейчас прыгает над стадионом. Из задней линии оказывается... Ух ты, как классно положил здесь буквально всех Геннадий Орбу. Но кажется, переиграл немножко сам себя. Дальше... Ох, 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 ох. Никаких сравнений сейчас с боулингом. Но, честно говоря, было похоже. Сразу 3. И, а если учесть еще и голкипера, то 4 футболиста Ла Япураж оказались на газоне после одного подката Геннадия Орбу. Желтая карточка капитану Виктории. Так он может стать одним из рекордов. Пытаются довести до верного. Но, например, вот так и рядом со штангой было действительно очень и очень опасно. И Александр Аника с его опытом не попал из очень и очень хорошей позиции. Александр Аника был хорош в прошлом туре. Он попал в сбор. Но 2 минуты в большинстве можно создать побольше. А вот Геннадий Орбу вошел. И сразу же посмотрите, как полезно он входит. Отдает передачу на своего ворота. Получишь атаку. Либо вот все-таки доведешь до удара. А Геннадий Орбу сам пошел против всех. И ну что за маэстро. Ну просто ему вообще не нужны партнеры по команде. Он прошел абсолютно всех. И сейчас ругаются между собой и с тренером футболисты Ла Япураж. Вообще они не поняли, кто должен держать этого Юркого Геннадия Орба. Не зря он тогда уходил на эмоциях. Возвращался тоже. Он знал, что скоро забьет. И он так и сделал. И опять продолжает атаковать Виктория Ион Санду. Получает мяч. Можно бить. А где центр защиты вообще у Ла Япураж? Кудами силами? Посмотрите, просто как крейсер летит вперед. Ла Япураж, удар по воротам Александра Ника. На самом деле вот эта атака закончится и будет в свистоке. Заканчивается она вот так вот. Ну на самом деле бездарно Геннадий Плонеж. Просто мяч упускает за пределы поля.